Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале «Экзегет». С вами священник Стахик Латвин. И сегодня, как обычно, по уже сложившейся традиции, мы разберем с вами один единственный стих священного писания, который вот из этого вместо евангельского и сам я когда читал, тоже в детстве, и даже, можно сказать, в студенческие годы на богословском факультете, тоже вот пробегаешь мимо взглядом и даже на нем не сосредоточился. И сама вот эта притча, из которой этот стих взят, она не пользуется таким вниманием, увы, увы, замечательная притча, как-то мимо нее проскальзывает, потому что рядом, может, какие-то более яркие образы, приведенные Христом, есть другие замечательные, но это не повод, конечно, от этой притчи отказываться, чтобы ее исследовать. Да и сам вот этот стих, хоть и заключительный вроде в этой притче, но, тем не менее, и перед ним тоже такие глубокие мысли есть, что уже можно иссякнуть, немножко в своем стремлении понять Божие благовестие. Давайте с вами откроем четвертую главу Евангелия от Марка и прочтем 29 стих. «Когда же созрит плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Вот в заголовок нашего видеоотрывка я вынес такой вопрос, почему умирают наши близкие. Эта тема, с одной стороны, вроде такая грустная, а с другой стороны, она может быть и радостной. Как нам возвещает библейский текст, что радуйтесь с радущимися, плачьте с плачущими. И вот точно так же, конечно, сострадая тем людям, которые со своими близкими вынуждены расставаться, мы должны радоваться ни много ни мало за каждого человека, умершего. Причем, ладно, потому что речь шла только о святых людях, в чьей загробной участи мы не сомневаемся. Но это мы должны радоваться, что человек умер, даже если мы понимаем, что это страшный злодей, которого за страшные преступления поймали и приговорили к высшей мере наказания, причем еще до моратория на смертную казнь, предположим. Ну или застрелили при задержании. Кажется, а где же? Где же вот эта возможность покаяться, переосмыться в своей жизни? Даже ее вроде человек лишен. Ну что ж тут радоваться? Ну помимо того, что ты радуешься, что вот люди спошлись от страшного маньяка. Почему? Да, потому что, если мы посмотрим контекст, весь этой притч, то мы увидим, чему подобляется Царство Небесное. Цель всей нашей жизни, земной, кратковременной, которая на фоне жизни вечной, она находится в рамках статистической погрешности. Ну что такое вот вечность? И неважно, сколько мы на Земле лет прожили, годик прожили в детстве, вот как на протяжении человеческой истории высокая детская смертность, там прожили, ну, в каком-то молодом возрасте, погибли на войне в 25, да, или от болезни в 50, или прожили там 80-100 лет, или долгожители, которые там 120 лет живут, и рекорды все побивают своим долгожитием, не считая, конечно, библейской продолжительности жизни первых праведников по изгнанию Израиля. К чему же вот эта наша такая кратковременная жизнь на фоне вечности, что 100 лет, что годик, она ровно нам дана для того, чтобы определиться, где мы хотим быть, с Богом или без Него. Причем это определение нам Господь помогает совершить. Вот как Господь дает нам все необходимое для Царства Небесного, мы читаем в предшествующих стихах, да, что вот человек бросает семя в землю, что он встает, просыпается днем, ночью, а семечка растет в земле, человек даже не подозревает, как оно произрастает. Вот потом зелень показалась, вот потом уже колоски из этой зелени, вот потом плод, наконец-то колос наполненся зернышками. Вот этот плод, плод духовной, любовь, радость, мир, плод духовно, какие-то наши добрые дела, какое-то наше уподобление Богу, хоть в чем-то мы стали похожи. Урожайность наших вот этих духовных плодов может быть совсем разная. Если мы помним, у католиков было даже такое средневековое георетическое учение, которое, в принципе, даже сейчас имя и позабытое, знаменитое про индульгенции. Да, сокровищница добрых дел, какие-то святые, они столько добрых дел сделали, что им хватило с запасом для достижения Царства Небесного, и Папа Римский распоряжается. Вот ты в крестовый поход идешь, вот тебе из этих сокровищниц сможет грешить, грехи простятся. А ты там просто там деньги заплатил, купил, ну, тоже вот молодец. Конечно, православная церковь, она была чужда всегда этой сокровищницы добрых дел. Но, тем не менее, это более такое, можно сказать, широко известное лжеучение, чем многие, увы, богословские истины. Православный человек чаще, как раз, лжеучение всегда интереснее, чем, ой, ну, богословие высокое, там, про троицу, про исхождение святого духа, ну, это же все так сложно, вот лучше какое-нибудь там лжеучение разобрать. Так вот, здесь все-таки нам нужно его уместно вспомнить на фоне того, что, правда, люди приносят разный урожай. Люди приносят разный плод, пусть из разных стартовых позиций. Да, у нас есть притча о талантах, где одному дали один талант, а другому пять. И понятное дело, что результат, в принципе, Господь спрашивает тоже разный. И одобряет результат уже в некотором за прогресс, а не только за то, что ты принес. Но в любом случае, вот если мы все-таки ориентируемся по этой притче, вот эта семечка благовестия Божия, его произрастание на фоне нашей какой-то сутной жизни, постепенное укрепление, да, мы знаем, кто-то только зеленью шелестит, и как вот листочки у смоковницы, которую нужно посечь, которую нужно засохнуть, потому что она плода не приносит. Точно так же вот, ну, даже, может, имитация духовной жизни, а кто-то даже и не имитирует, у кого-то выжженная земля, совсем злодей, кто-то нет, вроде как-то там и вежливый, и воспитанный человек, а толку от него никакого нет, ни себе, ни ближнему, ни Богу. Ну, просто зачем прожил как-то впустую вот все. А кто-то, да, как вот вырастил колосок, а зернышек-то нет. И вроде смотришь со стороны, о, колоски. Это, кстати, очень популярно бывает, вот сейчас даже некоторых таких из лжепастыри, из верглии, из сана, потому что пользуются. Можно завоевать какую-то народную популярность, показывая не себя, а некоторый образ вот такого молитвенника, такого старца, а он оказывается ложным, увы. Оказывается ложным, потому что эти колоски-то есть, а зернышек в них нет. Ну, совсем не важно, что почитают люди. Может, люди наоборот считают, у нас зернышек нет, а мы во смирение Господа достигнем, ему добрый урожай принесем. И вот этот добрый урожай, который Господь видит, он видит, что человек сделал максимум из своих добрых дел. То есть он видит, живет отшельник, прожил какой-нибудь великий аскет, старец, пустынник, прожил он сто лет, и вот Господь его призвал. Там 99 лет, сто, все. Умирает, попадает в царствие небесное. Ну, ученики, конечно, горюют и лишились такого наставника, но вот радуется, да-да-да, подвижник. Или там мучеников мучают, древних мучеников мучают там перед народом в Колизее, или в застенках сталинских новомучениках, да, там пытают, избивают, а потом раз вынесли, как вот помним священномученика Серафима, что уже глубокий старик даже стоять не мог на носилках, принесли к расстрелу. И тот за него уже радостно, да, что над ним не издевается, а что все-таки все уже расстреляли, и он душой ко Господу отошел. И вот мы тоже радуемся, да, вот тут-то плод, вот плод такие, колоски наполненные вот этой пшеницей духовной, это правда, наши такие праведники, святые, великомученики Георгий, новомученики, они все, действительно, вот Господа достигли, можно за них порадоваться, быть спокойным вовремя. Вовремя, Господь, ты берешь и, как что мы прочитали в этом стихе, посылаешь в серп, жатва созрела, пустынник он достиг максимума на этой земле, он столько добродетелей приобрел, так молился, по его молитвам и чудеса творились, по его молитвам его ученики, бестолковые, какой-то духовный опыт тоже получали, какие-то люди, миряне, которые к нему приходили, тоже наставление получали, все, можно забирать. Человек вот вырастил, богатый урожай, там просто центнеры и центнеры вот этой пшеницы духовной, или мученик, вот он страдал, терпел испытания, лагеря, ссылки, клевету, неизвестность, если древних мучеников их хотя бы там публично мучили, то уже в страшные советские годы, то люди даже не знали, говорили, да нет, он еще жив, человека давно уже за веру расстреляли, и такие ситуации были. Но нет, что тут, что тут, все равно мы спокойны, мы радуемся, и наоборот, мы празднуем День памяти всех святых в тот самый день, когда Господь посылает серп, и когда Господь их душу от тела отсекает, изымает из тела и ведет Царство Небесное. И вот это, потому что пшеница, если, что мы смотрим, что если пшеница остается на поле, ее не убирают. Да, ну в принципе, ее там мышкой съедят, там под снегом она просто потихонечку испортится, даже если никакие звери до нее не доберутся, все пропадет. А наоборот, если собрали, то уже из нее хлеб испекли, уже из нее там кашу, возможно, сварили. То есть, в принципе, она продолжает пользу приносить. Точно так же уже душа святого человека, вот этот плод созрел, вот этот урожай есть, и она может Царствие Небесное наследовать. Однако, тут мы смотрим на ситуацию другую. А вот, что же мой близкий человек, он, ну, совсем не святой. Он, наоборот, думал, вот я сейчас выйду на пенсию, когда там пенсионный возраст, ну, там, ой, сейчас подняли пенсионный возраст, но чуть, значит, попозже, вот тогда я начну в храм ходить, молиться начну. Сейчас-то я работаю, сейчас мне не до этого. Или сейчас я учусь, или сейчас я ищу на ступеньку по карьере, или сейчас я что-нибудь накоплю, и вот тогда я начну жить как христианин. Тогда я там с обидчиками помирюсь, тогда я буду вот там смотреть ролики в интернете, душеспасительные, в Англии, в Англии сам читать, изучать, молиться, вот стану христианином. Вот, Господи, у меня как раз такой вот родственник был, а ты его раз и призвал, там, 50 лет, и уже рак, заболевание, или авария какая-то там, трагедия, все, он умер. Какая же польза в нем? Почему вот серп послан? У него же колосок-то полупустой. Так Господь-то видит, видит, когда максимальный урожай. Если он видит, что вот это поле зеленое, из него выросли там одна десятая колосков. Из этой одной десятой колосков одна десятая зернышек только появилась, еще раз загляните в эту притчу, чтобы этот образ перед глазами, текст иметь, чтобы понимать, о чем я говорю. Да, и вот эти зернышки, это все, что человек смог принести, все, что человек смог составить в своей жизни. Он больше не принесет. Дальше начнется только падение, гниение, подъедание мышками, да, что никакой пользы не будет. И Господь посылает серп, чтобы его срубить в максимальной точке, когда этот его урожай духовно эффективен. И вот срубленный этот человек, разлученный душой от тела, да, он, конечно, душой еще от Бога далек. Но может, опять же, по молитвам близких, по молитвам церкви, по нашим добрым делам, мы беспокоимся за своих умерших близких и стараемся жить так, чтобы Господь не только нас спас, но и нашу молитву посчитал достойной за наших усопших, близких, родственников, друзей. И тогда мы понимаем, понимаем, что да, вот Господи, все-таки вовремя. Вовремя, потому что человек бы и так дальше бы откладывал, и так бы дальше бы грешил. Может, не сильно бы грешил, но так потихонечку грехи бы на душе каялись, а на исповедь не идет, ни с чем не расстается. И как вот, например, не обязательно грязью там навозом заливать квартиру, но тоже, если там, например, закрыть и 20 лет не убираться в ней, то в нее зайдешь, вздохнешь, ты просто можешь задохнуться от той пыли, которая там все осела. Да, там это вредно для организма будет находиться. Точно так же и происходит с душой, которая вот, она просто ждет, 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 но все, уже плода нет. Тут можно и другое. Ладно, ну да, это вы, батюшка, сказали, правда, там человек какой-то слабоверующий и там, может, более конфликтный. А вот что же, вот он забрал, вот там, например, такой человек, он всем помогал, всех любил, заботился. Вот вы же говорили, да, там вот, ну, мученик перенес мучение до конца, преподобный он взял и тоже там сто лет подвязался, молился, вот потом Господь призвал. А здесь же человек, он бы и дальше пользу приносил. Разве это максимальный плод? Разве это максимальный, вот он количество колосков духовных вырастил? Почему Господь серпом его сейчас призвал? Такой хороший человек, как-то несправедливый. Вокруг должны были какие-нибудь злодеи умирать, а на этот человек. И здесь мы тоже должны понять, здесь тоже та же самая ситуация. Господь видит максимальный урожай. Да, Господь видит, что сейчас под влиянием этой болезни человек, который терпеливо или унес, начнет ослабляться. Что сейчас человек, который привык всем помогать, а видит, что теперь начали помогать ему, не справится с этой гордостью, ему кажется, вот какой я хорош, все мне должны. И человек поменяется. Что сейчас у человека, он бодро, полон сил, у него хватает что-то делать, добрые дела. А на старости лет у него этих сил не будет, он будет ослабляться, думать, вот тогда-то раньше, ну и тогда я вот и добродетелями занимался. А никакого добра не увидел, вот сейчас я буду на старости лет грешить. Господь это все видит и предвосхищает. Он видит максимальный плод. Да, пол поля созрело, второе поле, кажется, половинка тоже сейчас, и зелени, колоски появятся, и зерна на них появятся, но Господь-то знает, что грядет засуха духовная. Или там духовный град, который весь этот урожай побьет, и он его спасает. Если знает крестьянин, что град начинается, он бежит и быстрее собирает урожай, пока не началось. Если уже хоть что-то можно собрать, хоть часть урожая, ее спасти, это лучше, чем ждать, когда еще все вырастет, а потом, неважно, или там монголы-татары прибегут, все пограбят, убьют, сожгут весь урожай. Уж лучше хоть часть собрать и где-то спрятать, остальное несобранное останется. Вот очень так же Господь действует в отношении даже, как нам кажется, таких хороших людей. Пока они хорошие, пока у них есть максимальный плод духовный, чтобы приблизиться к Богу. Вот сейчас их призвать этим серпом. Но и даже для самых страшных злодеев. Господь берет и останавливает их злодейство. Господь берет, и уже человек однозначно грешный. И вроде бы, ну ему бы подольше пожить, покаяться. Но в принципе, так и бывает. Если человеку у него все хорошо, он живет долгие годы, там до ста лет, там как миллионеры, там шестая пересадка сердца, да, там все могут себе позволить. Чего ж Господь их-то не призывает? Так потому что плода-то нет. Нету плода, и Господь наоборот ждет, ждет еще хоть что-то сделает. И правда там миллионер, который там может думал только о себе, вот на старость лет подошла, деньги хапал, 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 ну вот раз на благотворительность что-то отдал, раз храм построил, да, ой, бандит, что ж он храм строит, да, хоть какая-то польза Господь ему дает жизнь, Господь ему дает дальше существовать, делать, что сейчас, сейчас он хоть что-то доброе сделает, что его душе поможет, потому что его он тоже любит, и ждет, что какой-то плод он принесет. Да, ему-то кажется, он земной плод-то себе принес большой, а Богу ноль. И Господь этого ждет, и серп пока не посылает. Ну или если он видит, что нет, человек безнадежен, что только возле будет возрастать, то он его остановит. Тоже он этот серп пошлет. И тоже человек, который только новые злодеяния будет делать. Обязательно этот человек, Господь его призовет, чтобы он хотя бы не с той тяжестью злодеяний приходил на страшный суд. Хоть получал какой-то проблеск надежды, хоть чуть-чуть был ближе к Богу своей грешной, покалеченной самим собой душой. Поэтому мы смотрим во всех этих ситуациях. Надо, раз мы Богу верим, мы Ему доверяем. Господь показывает, Царство Божие, оно внутри нас произрастает, и Господь делает все необходимое, чтобы мы к этому Царству приблизились. Поэтому мы доверяем Богу. Если мы видим, что у нас близкий человек, хороший и не очень, любящий и заботливый, или наоборот, который, ну, так, в серединке на половинку умирает, Господь, значит, считает, что уже какое-то урожай он принес, максимальный, и больше он уже не принесет, и призывает наших близких в тот самый момент. Их жизни, не наши, не нашего удобства, не наших каких-то горечий и переживаний. Тут мы должны, раз мы думаем не о себе, а все-таки о ближних наших усопших, мы думаем о пользе их души. Так вот, Господь посылает свой терп и призывает их души, истекает их из тела в тот момент, когда они ближе всего к наследию Царствия Небесного. Царствия Небесного.